Почти весь коллектив школы спортивной гимнастики собрался сегодня в актовом зале к руководству преподавателей масса вопросов. Один из них работа областной федерации спортивной гимнастики. Ее шестой год возглавляет директор школы Виталий Иванчук. По словам преподавателей, информации о деятельности организации, в том числе финансовой, нигде нет, а в последнее время из списков членов федерации начали исчезать фамилии сотрудников школы. В мае у нас было собрание, и заместитель председателя нам в устной форме сообщил, что мы не являемся членами федерации, потому что мы нелестно отзываемся у председателя федерации. Причина проста, говорит Виталий Иванчук. Тех, кто не вел активную работу, из членов федерации исключили, в том числе и Владимира Андреанова, сына знаменитого гимнаста. На все вопросы директор школы сегодня отвечал уклончиво. Документов о деятельности федерации и финансовых отчетов не предоставил. А потом и вовсе решил пойти в атаку, обвинив недовольных преподавателей и Владимира Андреанова в попытке рейдерского захвата власти. Просто вы придумываете, я понимаю, что вы подрывную деятельность визберете, потому что я занял ваше место, это мне понятно. Точно. На протяжении полутора часов преподаватели пытались добиться ответа, за что их исключили из федерации и почему Виталий Иванчук ни разу не отчитался, на что уходят деньги гимнастов. За пять лет общих собраний не было, а недавно каким-то тайным образом поменялся и президиум, говорят они. Угроза, рейдерский захват, это что такое за разговоры? Мы коллектив, мы хотим знать. Мы имеем право. Мы имеем право знать, понимаешь? Показать финансовую отчетность о работе федерации коллектив просит еще с прошлого года, но дальше обещаний Виталия Иванчука дело не идет. Тем временем деньги в федерации вводятся немалые. Кроме поступления из бюджета, ежемесячно средства в нее идут и из родительских карманов, рассказывает Владимир Андрианов. У нас на протяжении двух с половиной лет со всех дошкольников взимается плата, так называемые добровольные пожертвования, от 500 до 1500 рублей с человека. У нас ходит порядка 500-600 человек. И куда идут эти деньги, вот это и хотелось бы узнать, но на этот вопрос ответа нет. Часть этих средств, по словам директора, идет на зарплату тренеров. Но и тут все неоднозначно. Преподаватели рассказывают, что зарплаты сильно разнятся, и приближенные к директору сотрудники получают завышенные гонорары. Остальные педагоги едва сводят концы с концами. По словам тренеров, в спортивной школе трудоустроены и несколько родственников Виталия Иванчука. Там семейный подряд идет. Сестра рядом, является бухгалтером, здесь она секретарем. По 200% на отбавки мы делаем ей из-за тарифного фонда. Также это все, я не знаю, это некрасиво совершенно. Когда люди остановятся, прекратите, пожалуйста, грабить нашу школу-то, разваливать ее. Но работать в прямом подчинении родственники не могут. Учреждение муниципальное, а значит, это нарушение закона. Мы просим прокуратуру проверить этот факт, ровно как итог, куда деваются деньги. Ведь если провести самые элементарные подсчеты, только так называемых добровольных пожертвований от родителей, в бухгалтерию поступает не менее 500 тысяч рублей ежемесячно. А никаких ремонтов или обновлений, по словам педагогов, школа не видела очень давно.